МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите персональный акцент. Программу, в которой мы стремимся определить, что было главным в выходящей неделе. Встреча премьер-министра Российской Федерации, председателя партии «Единой России» Дмитрия Медведева с председателем партии социалистов Республики Молдова Зинаидой Гречаной завершил с подписанием соглашения о сотрудничестве. Казалось бы, абсолютно межпартийное событие. Тем не менее, как отметили стороны, оно крайне важно для наших стран и более чем ожидаемо. Об этом и не только поговорим с исполнительным секретарем партии социалистов Республики Молдова Владом Батрынча. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы участник молдавской делегации, которую накануне принимала общероссийская партия «Единая Россия». Насколько верно сейчас утверждать, что соглашение о сотрудничестве между партией социалистов Республики Молдова и «Единой России» это не исключительно межпартийный документ, а своего рода, я позволю себе такую фразу, дорожная карта сотворчества двух политформирований? Ну, вы абсолютно правы, Станислав, говоря «Единой России», нельзя рассматривать наши соглашения сугубо сквозь призму межпартийных отношений, либо как-то очень узко, потому что все-таки речь идет об «Единой России», то есть это правящая партия Российской Федерации, это партия президента Владимира Путина, это партия премьер-министра, это партия, которая фактически сегодня определяет политику этой большой страны, нашего стратегического партнера. В чем актуальность этого подписания? Во-первых, уровень подписания у «Единой России» 41 соглашение, было 40, теперь 41 соглашение о межпартийном сотрудничестве с партиями других стран, и фактически только два из этих документов, соглашения были подписаны лично Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и одной из них с партией социалистов, то есть сам уровень, уровень подписания этого соглашения говорит о том, что Российская Федерация, правящая партия руководства Российской Федерации сегодня, уделяет большое значение молодороссийским отношениям, что безусловно является для нас серьезной ответственностью, но и безусловно, так скажем, создает определенную перспективу отношений. Актуальность также продиктована и тем, что вот это подписание, которое мы обсуждали на протяжении последних четырех месяцев, то есть первые переговоры начались еще в феврале-марте, актуальность состоит в том, что подписание состоялось фактически через некоторое количество дней после этого дипломатического скандала, выдворения пяти российских дипломатов, что является абсолютной для Республики Молдова, для ее дипломатических отношений, абсолютной премьерой вот такого дипломатического демарша. Еще никогда Республика Молдова не выдворяла депутатов, дипломатов в своей территории. И, конечно же, те, кто это инициировал, те, кто это спланировал, да, вот, и состоялось там, напомню, сразу же по результату и по итогу визита координатора и правящей коалиции, лидера демократической партии, олигарха Плохотнюка. То есть он побывал в Америке, вернулся, и вот выдворение пяти дипломатов. С какой целью это делалось? Ну, делалось, конечно, с целью подорвать вот те тенденции, наметившиеся, положительные тенденции улучшения молодо-российских отношений. Мы знаем, что... Своего рода подножка. Безусловно, это провокация, осознательно спланированная, да, вот уже состоялось несколько встреч, хороших, продуктивных встреч президента Молдовы Игоря Николаевича Додона с президентом России Владимир Владимировичем Путиным. Начали помогать решать проблемы мигрантов, трудовые мигранты. Это более 500 тысяч человек, которые высылают домой, две трети всех отчислений, которые молдаване высылают домой. Безусловно, это на фоне того, что увеличилось в три раза, увеличились поставки, экспорт нашей сельскохозяйственной продукции в Россию. Впервые за последние 25 лет серьезно заговорили о урегулировании Приднестровского конфликта, об обеднении Молдовы. И появились очень четкие перспективы экономического развития, и не только экономического развития Молдовы. Здесь вот удворение пяти дипломатов. Наверняка авторы этого мероприятия рассчитывали, надеялись на жесткую меру, ответную меру со стороны Российской Федерации. Наверняка они рассчитывали на срыв дипломатических отношений, подрыв дипломатических отношений между двумя нашими странами. Их задумка была именно такой. Но мы видим, что Российская Федерация и руководство отреагировали очень мудро, очень адекватно. Они поняли, что это в первую очередь удар по нашим отношениям. Они поняли, что это удар и по президенту Молдовы, и по социалистам, и по нашим взаимоотношениям с Россией. И поэтому они, в принципе, отреагировали лишь зеркально, то есть выслав также пять дипломатов молдавских домой. И ничем более. То есть никак не сказалось это на наших отношениях, никак это не сказалось на наших мигрантах, на нашем экспорте экономических отношений. И об этом мы говорили в том числе и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он подчеркнул, что они сделали адекватные, правильные выводы. И приняли решение все же таки подписать соглашение с партией социалистов Республики Молдова. И это наверняка можно говорить, что самый красивый и правильный ответ, который внушает оптимизм, внушает оптимизм какого рода, что молдаване и русские на уровне руководства страны, на уровне граждан, на уровне публичных деятелей, уже правильно относятся к этому процессу, не ведутся на провокации, не бьют горшков. То есть мы уже понимаем, что надо принимать решение, исходя из того, что есть внешние силы, заинтересованные в подрыве наших отношений. Поэтому еще раз скажу, что подписание этого соглашения с «Единой Россией» для нас очень важно. Это серьезная ответственность, это серьезная перспектива в улучшении наших отношений. Практическое наполнение соглашений, или, как сейчас принято говорить журналистами, конвертация соглашения в практических делах, в каким оно планируется быть? Договорились создать рабочие группы, которые будут заниматься совместными, не просто обменом опытом в области общественно-политической деятельности, но и в области улучшения, углубления экономических вопросов. Договорились о создании рабочих контактных групп по межрегиональному сотрудничеству, потому что наши связи многовековые, их надо подкреплять не просто такими-то общими словами, но и конкретными действиями. Вполне возможно, что по результату деятельности этих контактных групп, между нашими двумя партиями, уже в этом году мы увидим первые проекты в области не только экономического развития, но межрегионального сотрудничества, в области развития инфраструктуры в Молдове, не исключаемшей в области энергетики. Задача деятельности сотрудничества этих двух партий – выработать новые формы сближения наших двух государств, сближения наших двух народов, взаимопомощи, взаимовыручки в разных ситуациях. Конечно, нам предстоит еще наполнять содержанием ту дорожную карту наших взаимоотношений, о которой мы договорились. Есть вещи, которые мы обсуждали, так скажем, уже и во встрече без камер. То есть мы понимаем, что наше взаимодействие должно носить очень конкретный характер. Ну вот хотелось бы еще такой ответ получить на такой вопрос. Сможет ли вот этот союз, который формируется, так сказать, межпартийный союз, который формируется на основе этого соглашения, повлиять на формирование повестки межгосударственного сотрудничества России и Молдовы? Да, конечно, Станислав, это главная задача. Это главная задача. Мы договорились, так как Земитровна Гречана является, помимо того, что она еще и руководитель партии, она еще и руководитель фракции, она возглавляет группу дружбы между парламентом Молдовы и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. И поэтому договорились, что уже осенью этого года состоятся визиты российской делегации в Молдову и начнется конкретный обмен предложениями и выработка конкретных решений по взаимодействию двух парламентов. Потому что все-таки у нас есть группа дружбы, которая блокировалась долгое время деятельность этой группы дружбы. И есть четкое желание начать работать и сотрудничать на уровне депутатского корпуса. Безусловно, продолжится взаимодействие и продолжится продуктивный и конструктивный диалог между президентами наших стран. И, конечно, наша общая задача – это формирование межгосударственной повестки дня. То есть, безусловно, мы убеждены в том, что наши государства являются абсолютно братскими, близкими. И мы можем внедрять много межгосударственных программ на благо наших народов. Вы упомянули, что помимо этих официальных встреч и подписаний, был ряд неформальных бесед, встреч, обмен мнениями. Если попытаться приподнять завесу, каковы ожидания российских парламентариев от развития ситуации в нашей стране? Ну, в принципе, они нам говорят открыто. Ну, так скажем, если говорить очень предметно, конечно, сегодня у молдавской страны больше таких практических интересов, в первую очередь экономических, в первую очередь того, что касается нашей энергетики, интересов наших граждан. И что касается российской стороны, они говорят, что они заинтересованы, чтобы в Молдове у России был внятный, предсказуемый, стабильный партнер, чтобы был правильный диалог, чтобы были честные взаимоотношения, чтобы не было камня за пазухой, чтобы отношения между нашими государствами выстраивались на десятилетия вперед, а не так, как у нас от случая к случаю и от конфликта к примирению. И в данном случае интерес российской стороны, в том числе единый, Россия состоит в том, чтобы у них был постоянный диалог и чтобы те договоренности, которые достигаются, чтобы они выполнялись именно так, как фактически это и обсуждалось. Мы понимаем, что история взаимоотношений между Российской Федерацией и Молдовой в последние 25 лет, она, конечно, уже содержит много негативных вещей, когда в последний момент кто-то что-то разворачивает, кто-то, так скажем, кого-то беспутает и так далее. И в данном случае мы однозначно отмечаем открытость российских коллег, мы отмечаем их дружественность, мы отмечаем их искреннее желание иметь партнера в лице Республики Молдова, в лице нашего государства. Хочу сказать, что вот это их отношение, оно безусловно подкупает. Мы понимаем, что для Республики Молдова вот такое отношение, оно имеет целый ряд перспектив и наша задача эти перспективы реализовать. Ну, понятно, что сотрудничество двух стран, оно основывается на развитии торговли, экономики, товарообмен, которые формируют бюджеты страны и, соответственно, в общем-то, видении того, как будет развиваться страна в ту или иную сторону, или успешно, или менее успешно. Вот говорилось ли в кулуарах Единой России о том, что фактически сегодня Российская Федерация готова и дальше открывать двери для импорта на этот самый перспективный, всегда остававшийся таковым рынок для молдавских товаров. И не только для молдавских товаров, но тем не менее мы говорим сегодня о нашей экономике. Да, безусловно, Станислав, еще раз проговаривалась перспектива расширения поставок молдавской продукции на российский рынок. Еще раз хочу напомнить, что уже с начала года в три раза увеличивались поставки по ряду продукции сельскохозяйственной. И, конечно, мы обсуждали вопрос дальнейших поставок, необходимости полного, окончательного, бесповоротного открытия российского рынка для всех молдавских производителей. Да, конечно, здесь нужно взаимодействие на уровне правительства, потому что мы видим, что все те хорошие инициативы, с которыми возвращался Игорь Николаевич до дома, с поездок со встреч, саботировались молдавским правительством и сознательные демарши молдавского правительства с целью недопущения возобновления наших рыночных отношений. Но, я еще раз повторюсь, есть понимание в Российской Федерации, что это лишь провокации, и к ним надо относиться соответственно. Хочу сказать, что об этом мы говорили и на круглом столе, который состоялся в Государственной Думе, на котором обсуждалась ситуация и с Молдовой, и с Приднестровьем, и региональный контекст. И хочу отметить, что во многих выступлениях первых лиц Российской Федерации звучало пожелание, чтобы молдавские товары полностью вернулись на российский рынок. В данном случае есть полная открытость со стороны Российской Федерации. И в данном случае зависит только от того, чтобы молдавская сторона шаг за шагом выполняла те необходимые юридические процедуры, которые существуют. И, что очень важно здесь, повторюсь, взаимоотношения на уровне правительств. В условиях нынешнего правительства нам будет сложно воспользоваться всеми теми возможностями, которые предоставляют нам последние договоренности. Но, тем не менее, мы очень плотно работаем по подготовке к предстоящим парламентским выборам. Мы, конечно, очень надеемся, что путем референдума, инициированного президентом, путем деятельности нашей фракции мы в парламенте сумеем приблизить дату этих выборов. Потому что нам все-таки очень надо, чтобы они состоялись кможем быстрее. И чтобы в результате этих выборов сформировалась промолдавская власть в парламенте, и сформировалось промолдавское правительство, которое не будет торпедировать выгодные, экономически выгодные для Молдовы проекты. Ну, раз Вы упомянули круглый стол, в котором тоже принимали участие, связанный именно с преднестровской тематикой, Вот хотелось бы поподробнее узнать, что это было за мероприятие. Сверка часов такого политического характера, сверка векторов ведения диалога вот в этом формате преднестровского регулирования, либо, может быть, обсуждение мнениями относительно того, как можно было бы, наверное, довести до логического завершения. Вот довольно сложный такой клубок, который завязался у нас на территории Республики Молдова. Да, ситуация очень сложная, но однозначно можно сделать выводы, что отношение всех участников процесса начинает меняться. И, слава Богу, мы начинаем убеждать все большее количество сторон в том, что единственным выходом и выходами сложившейся ситуации преднестровского вопроса является объединение страны. Это историческая, политическая, экономическая необходимость, целесообразность. И хотя позиция преднестровской страны была такой традиционной, мы знаем, что они говорят о том необходимости укрепления их самостоятельности, и они не готовы рассматривать вопрос объединения с Молдовой, но хочу сказать, что все больше и больше звучит голосов о том, что проект объединения страны, страны, да, Молдовы, несет, безусловно, политическое укрепление нашей страны, консолидацию нашей государственности, нашего нейтралитета и, что самое главное, рост экономики. В частности, в том докладе, с которым мы выступали на данном круглом столе, мы сказали о том, что на таком клочке земли, вот две налоговые системы государственных, махины, банковских системы, армии, это, безусловно, колоссальная нагрузка на карманы людей. И это, безусловно, не в интересах людей. Вот эти 25 лет ситуация была выгодна только элитам. И на одном берегу, и на другом берегу. И этой ситуацией пользовались элиты. Элиты всегда жили хорошо, свободно передвигались, решали свои вопросы, групповые, частные. Но разделен единый народ. Ситуация, проблема нашего преднестровского вопроса привела к тому, что уехало огромное количество людей с двух берегов. Привела к тому, что практически в 4 раза за 25 лет упал уровень жизни людей. И ситуация привела к тому, что уже рассуждают очень многие, в первую очередь на Западе, о том, что надо Молдову присоединять к Румынии, а границу провести по Днестру. Мы категорически против этого сценария. Мы сказали, что в Молдове набирают вес политические социалисты. Это партийная организация, это партия, которая выступает, и не просто выступает, желает и хочет, и добивается, но и представила проект объединения страны. Его можно назвать как угодно. Федерализация, конфедерализация, абсолютно неважно название. Но должны быть принципы определены, при которых Приднестровье будет иметь четкие гарантии. Гарантии своей автономии в ряде вопросов, экономически, гуманитарных, культурных и прочих. Но при условии, что у нас будет единое государство, которое будет очень четко проводить и внешнюю политику. Государство, которое будет иметь хорошее отношение со стратегическим партнером Российской Федерации. Это государство, в котором, безусловно, будет и экономический рост, и социальная защита граждан. Вот эта позиция, которую мы заявили в нескольких словах. И что очень хорошо, что я бы хотел отметить, Станислав, что большая часть участников этого круглого стола в Государственной Думе фактически поддержала нашу позицию. И что очень приятно, вот эта позиция все чаще начинает звучать в Москве. В этой позиции все больше адептов. И это позиция, которую будут приветствовать многие силы, в том числе и на Западе. Мы знаем, что президент собирал пять послов, формата 5 плюс 2. Мы знаем, что уже сделаны первые шаги. Мы понимаем, что есть ряд вещей, которые мы должны выполнить до политического урегулирования. Это консолидация доверия. Это, безусловно, решение проблем вопросов простых граждан. Свободное перемещение, регистрация автомобильных номеров для жителей Приднестровского региона, чтобы они могли спокойно передвигаться, чтобы никто их не ограничивал. Это помощь признания их дипломов, для того, чтобы их выпускники и Тираспольского университета, Шевченко и других могли спокойно, уверенно двигаться в плане учебы и своей рабочей карьеры. Это многие другие конкретные... Это коммуникация свободная, это телефония, это передвижение коммерческого транспорта, грузового транспорта. То есть наша задача в течение ближайшего периода времени показать на примере конкретных вещей, что проблемы, которые существуют, они решаются. Да, побито много горшков. Да, к сожалению, за 25 лет много накопилось противоречий. Но в интересах людей, обоих берегов, эти противоречия сумеют преодолеть. И это реально, и еще раз повторюсь, потому что, пожалуй, самое важное из того, что мы услышали в Государственной Думе на круглом столе, в том числе обсуждалось это и в Единой России, что все больше поддержки объединения молдавской страны, все больше сторонников, которые понимают, что это единственный выход. Молдова должна перестать быть дотационным регионом Запада, Востока и так далее. Мы можем самостоятельно развиваться, мы можем самостоятельно жить. Молдова была и может быть процветающим государством. Вот об этом мы говорили. И хочу сказать, что в данном случае, так скажем, аргументы преднестровской стороны здесь становятся уже, так скажем, все менее убедительными. Потому что уже все больше людей начинает понимать, что так дальше быть не может. Вот что настораживает наблюдателей за происходящим в нашей стране, так это то, что когда возникает тенденция положительных изменений, ну, например, вот в торговле с Российской Федерацией, да, возникает некий, опять же, будем говорить, политический или дипломатический конфликт, который, кроме как подножка или провокация, в общем-то, истолковывать крайне сложно. И когда вот сейчас мы говорим, например, о каком-то, будем говорить, формировании позитивного вектора направления мысли в отношении решения преднестровского регулирования, то есть когда будет формирование всего этого, это тоже, в общем-то, положительный процесс, это свет в конце туннеля, это путь, по которому можно дойти до конца, и, в общем-то, он может быть успешным для всех участников этого пути. Ведь и даже в этом пути может произойти нечто аналогичное, если, например, смотрите, вот я не зря привел пример, формируем хорошее экономическое отношение с Российской Федерацией, дипломатический скандал. Здесь вдруг наметится какой-то, в общем-то, сильный положительный ход, и, опять же, ожидания от нынешних властей, которые, несмотря на то, что, да, было продекларировано, что все ветви власти будут придерживаться того, что Приднестровский вопрос должен быть решен посредством, так сказать, суверенитета, территориального суверенитета Республики Молдова, воссоединения территорий. Но, тем не менее, вот я, вот еще раз, ссылаясь на неких, будем говорить, анонимных наблюдателей, так сказать, беру на себя смелость утверждать, что есть некоторые опасения, вот ожидания от кого-то подвоха, будем, от тех же наших молдавских властей. Вот есть, разделяете ли вы эту мысль, или все-таки есть больше оптимизм? Ну, вы, безусловно, правы, Станислав, но я повторюсь, что есть понимание этой ситуации и в Молдове, и что очень важно в России. Они прекрасно понимают, что это некие геополитические игры, провокации, с целью сорвать, сорвать вот это улучшение отношений, сорвать сотрудничество с тем, чтобы там Россия, да, взбрыкнула, что все, там, не с кем говорить. Вот, ответила жестко на этот демарш, и Запад, потирая руки, спокойно интегрирует нас в свои военно-политические структуры, там, НАТО и прочее, и развернет нас вместе с Украиной в ту сторону, в которую хотят идти некоторые представители власти, но и не молдавский народ. Вот мы вчера, опять же, озвучили эту идею на круглом столе в Госдуме, и, кстати, разбили один из аргументов преднестровской страны, что все потеряно, все пропало и так далее. Мы сказали, не все пропало, у нас большинство граждан Республики Молдова желает другого пути и разочарованы в европейской интеграции, не хотят в НАТО, хотят жить в самостоятельном государстве, против руманизации. Большинство граждан хочет нормальных отношений с Российской Федерацией. И поэтому есть понимание того, что люди хотят другого пути. Именно поэтому избрали Игоря Додона. В чем избрали таким количеством голосов, которые не давали ни одному кандидату, ни одной партии. Это говорит о том, что люди хотят другого пути. Наша задача просто канонизировать это и направить в определенное русло. Победили президентские выборы, надо победить парламентские. Объединить страну и двигаться дальше правильно, развивать страну. И вот об этом мы и говорили. И понимание там есть. И какой-то Димаш, ну хорошо, неприятно, конечно. В дипломатическом мире это очень грубое действие, крайнее действие, высылка дипломатов. Ну что ж, проанализировали, поняли. Провокация. На провокацию надо отвечать разумно, адекватно. И не идти по пути, который желают провокаторы. Без лишних эмоций. Да. И в данном случае Медведев, премьер-министр Российской Федерации, подтвердил, что отношения в принципе соответствующие к этому Димаршу. Ну придет время, придет время, я думаю, что мы с качественно улучшим и дипломатические отношения на уровне правительства, министерства иностранных дел. Не зря вот мы зарегистрировали в парламенте процедуру, инициировали процедуру отставки министра иностранных дел. Да, конечно, мы понимаем, что сегодня есть парламентское большинство, вот это пестрое. Мы понимаем, что это парламентское большинство сегодня не самостоятельно. Но оно не вечно. И в любом случае мы придем к тому, что вот эти деятели, которые участвуют в провокациях, они уйдут. И мы об этом говорим открыто. Задача просто, вот это большинство людей, которые выступают за эти ценности, их надо правильно канонизировать в политическом смысле этого слова. Люди должны быть адекватно представлены в парламенте. Желания людей должны адекватно быть отражены в программе правительства. У нас, к сожалению, получается, что правительство, парламентское большинство и люди живут в разных плоскостях. Народу плохо, а у парламентского большинства, у правительства все хорошо. Как остается, и уровень жизни растет, и экономика развивается. Поэтому вот в этом королевстве кривых зеркал, я думаю, что, и мы это увидели, что уже начали ориентироваться, понимать, в том числе и наши партнеры в Российской Федерации. Наши отношения между нашими народами, они длятся сотни лет, слава Богу. Ну что ж, переживем еще пару месяцев кризиса. Но в любом случае это временно, сколько веревочки не вис. Поэтому все будет хорошо, Станислав. И уже последние события начинают внушать такой осторожный пока, но все же таки оптимизм. Ну будем надеяться, потому что, вы понимаете, наш восточный сосед Украина, как один из гарантов безопасности этой части региональной территории, сегодня, опять же, наверное, вызывает, так сказать, ряд вопросов. Потому что, если, например, говорить о действиях Российской Федерации, то здесь, мне кажется, выполнение обязательств в полном объеме. Печально. Да, что же касается Украины, то здесь, конечно, возникает определенное недопонимание. И в то же время мы знаем, смотрите, и страны формата 5 плюс 2, в том числе, например, как было заявлено и спецпредставителем МИДа Российской Федерации, господин Губаревым, что надо вывести из сонного состояния переговорный формат 5 плюс 2, вернуться в активную фазу и начинать двигаться хотя бы уже в этом формате, для того, чтобы стороны, а имеется в виду кишиня Фетерасполь, выработали общее направление движения. Печально, что происходит в Украине, Станислав, и мы очень искренне желаем украинскому народу выйти вот из этого состояния, в которое их ввергли западные технологи, когда фактически такое хорошее государство с правильными людьми, с правильным народом, где большинство людей хочет жить в мире с Российской Федерацией. Печально, что происходят эти события. Мы искренне желаем украинскому народу преодолеть этот весь кризис. Мы искренне желаем и российскому народу, и украинскому народу все-таки преодолеть вот эти все противоречия, которые на протяжении последних трех лет искусственно создаются, раздуваются грязными технологиями, манипуляциями. Мы искренне верим, что это братские народы. Мы искренне верим. И мы знаем, что у них общая история, у них общие достижения. Они вместе победили фашизм. Мы знаем, что вместе Россия и Украина развивались и добивались экономических результатов. Украина стала сильным государством, развитым, промышленным благодаря дружбе с Российской Федерацией. Но, к сожалению, видите, агрессивное меньшинство очень часто навязывает вот эту линию, эту повестку дня. Но мы верим и в мудрость украинского народа, что он сумеет преодолеть это все. Но что украинскому, что молдавскому народу, надо понять одну вещь. Что мы должны сами наводить у себя дома порядок. Ни Запад, ни Восток за нас дома порядок не наведет. Гости могут только насорить, как выяснилось. Абсолютно верно. И в любом случае кризис пройдет, перед рассветом всегда темнеет. И в любом случае народная мудрость должна победить. И во власти должны быть те люди, которые будут действовать в интересах людей. А не в интересах людей конфликтовать. Не в интересах людей развивать и поощрять в современном мире национализм, ставить людей лбами из-за языка, из-за каких-то исторических, культурных моментов. Люди хотят жить в мире. Люди хотят видеть развитие своих государств. Мы видим, что в конфликте государство деградирует. И вопрос, кому это выгодно. И по-моему, абсолютно очевидно, что это выгодно лишь Западу, это выгодно лишь Соединенным Штатам Америки. Этот конфликт постоянный между нами. Разделяя властву, очень древний принцип. Поэтому, возвращаясь к нашим молдавским делам, украинцы пусть сами разбираются в своем украинском доме, возвращаясь к молдавским делам, мы должны понять, что большинство людей хочет другого пути. Мы должны уметь объединять людей. Мы должны уметь направлять их усилия. Мы должны уметь помогать людям решать их проблемы. Мы должны уметь объединять людей в какой-то национальной идее. А у нас национальная идея может быть только одна. Объединить страну, поднимать экономику и повышать уровень жизни людей. Нейтральное государство, молдавская идентичность, православие и все то, что объединяет наш народ. И тогда фактически у нас исчезают все, так скажем, искусственно насажденные противоречия между людьми. И люди начинают работать и двигаться в одном направлении. Не могу не согласиться. Но если уже говорить о нашем молдавском доме, о нашей молдавской власти, то обращает на себя внимание последнее пленарное заседание парламента, которое было в пятницу, в ходе которого рассматривался вопрос о повторном принятии или возможности принятия закона, который предусматривает сотрудничество военной области между Республикой Молдова и нашим западным соседом Румынией. Я знаю, что этот законопроект не был подписан, этот документ не был подписан президентом Республики Молдова. Но, несмотря на все это, представитель парламентской комиссии по безопасности и обороне общественного порядка, представитель либеральной партии Роман Бацан заявил, что закон этот не противоречит никаким нормам Конституции, нормам другим законодательным актам. И что это абсолютно такая общемировая практика, видимо, такого военного сотрудничества с соседними странами. Я знаю, что парламентская оппозиция в лице партии социалистов выступила с ярой критикой, неприятием этой идеи. Если можно, так наполнить аргументами эту позицию. Ну, я думаю, что аргументы здесь вполне очевидны, понятно. Но нет у Молдовы геополитических амбиций, нет у Молдовы амбиций о покорении стран и континентов. Не ищет Молдова алмазы, нефть и природные ресурсы, где-то на другом крае. Ну, Росланцевый газ, видите, ищет. Ищет у нас, ищет американская компания, которая занимается политическим лобби в определенных странах определенных партий. Но вопрос в другом. Нас, опять же, пытаются просто вписать в геополитический конструкт. И в данном случае самый оптимальный для вот этих западных скульпторов геополитической формулы, самый оптимальный путь – это интегрировать нас в румынское пространство, в том числе и военно-политическое. Но военно-политического, военного пространства румынского, как такового нет у них. НАТОвская абсолютно инфраструктура. Никогда в жизни Румыния, вот с их состоянием экономики, никогда бы не построила у себя, вот эти все ракетные установки, военные базы. Никогда бы Румыния, конечно, не вооружилась тяжелой бронетехникой. Румыния полностью предоставила свою территорию структурам НАТО. Структуры НАТО, двигаясь на восток, воспользовались, так скажем, карманным румынским правительством для своих каких-то целей. И нас пытаются через учения интегрировать вот эти военно-политические процессы. Конечно, мы отмечаем, что большинство граждан этого не хочет. Конечно, мы понимаем, что это противоречит Конституции нашей, нейтральному статусу. Но мы видим, что в парламенте Республики Молдова парламентское большинство, жонглируя и подменяя понятия, пытается рассказать, что это не противоречит, не противоречит статусу нейтральному. И когда представляли даже проект открытия НАТОвского центра, Центра по связям с НАТО, они это преподносили чуть ли не как дипломатическую структуру, чуть ли не как гуманитарную миссию. То есть это военно-дипломатическое ведомство? Как не политическое военное ведомство? Абсолютно. И когда нам рассказывали, что НАТО это вообще гуманитарная миссия в Молдовии, мы так и представились, как они будут открывать театры по всей республике и детям аборигенов раздавать бананы и бусы. Понятно, что это их отношение к нам, то есть не считать, что мы не понимаем вообще, что происходит, что мы не понимаем, в чем отличие НАТО от Красного Креста. Но тем не менее, конечно, мы высказывались против и будем высказываться против. Поэтому президент отказался промульгировать закон, расширяющий военно-политическое сотрудничество с Румынией. И парламентское большинство в оперативном порядке сейчас переголосовало тот же закон. Парламентское большинство, в котором ряд депутатов против НАТО, в котором есть и Гагауза, есть и представители Севера, есть люди, которые искренне против военного сотрудничества. Но вот с Запада кто-то за веревочки тянет и ручки поднимаются. Конечно, президент как главнокомандующий предпримет все усилия к тому, чтобы Молдова сохраняла, с точки зрения деятельности нашего военного контингента, сохраняла нейтральный статус. Мы знаем, что своим декретом президент отменил учения, на что получил сразу такую гневную ноту американского посла и европейской миссии о том, что это очень плохо для Молдовы. На что президент ответил им, ну слушайте, вы не вмешивайте суверенные дела государства, не учите президента поступать в роли главнокомандующего. Конечно, в тех ресурсах, которые у нас есть сегодня, с теми возможностями, которые есть сегодня у социалистов, мы будем всячески блокировать это военное сотрудничество просто по одной простой причине, что нам важно укреплять нейтралитет. Мы же никогда не говорили, что нам надо вступать в ОДКБ. И представьте себе, что было бы, если бы мы об этом говорили. Да, поднялся бы вой до Луны. В данном случае нам пихают на то... Ну и ОДКБ не заявляет об открытии какого-то гуманитарного офиса в Кишине. Поэтому мы должны понимать одну вещь, что нейтралитет предусматривает очень четко неучастие в военных кампаниях. Ну, не нужно нам это. И, соответственно, эту позицию мы заявляли и в парламенте Республики Молдова. Эту же позицию заявлял неоднократно и президент. Ну, вот до следующих парламентских выборов нам придется лишь разного рода методами блокировать это все. Но мы очень надеемся, что будущий парламент уже один раз утвердит концепцию постоянного нейтралитета для тех, кто в пути, в том числе там либеральные партии и же с ними, чтобы объяснить черным по белому, что такое военный нейтралитет и в чем сотрудничество с НАТО и военные учения с Румынией как членом НАТО противоречит тому нейтралитету. А сегодня, к сожалению, имеем то, что имеем. У них 14 коммунистов проголосовало за это военное сотрудничество, учения. Либерал-демократы голосуют за это. Многие другие депутаты, которые не должны как минимум, хотя просто не приходите на заседание, не голосуйте. Знали же они, что делают. Да, в общем-то получается, что приходится отказывать от наличия здравого смысла законотворцам, потому что открывается дверь, точнее открывается ящик Пандоры. Не здравого смысла, Станислав, а в отсутствии самостоятельности. Ну, что тоже печально, потому что люди, когда голосуют, они, в принципе, полагаются на то, что закон обяжет депутатов выполнять свое предназначение, а именно представлять своих избирателей в законодательном органе и формировать именно такое законодательное поле, в котором, опять же, избирателю будет комфортно развиваться, заниматься бизнесом, растить детей, ну, не знаю, реализовать свои профессиональные жизненные навыки. Они уже, Станислав, получили стеклянные бусы, их надо отрабатывать. Ну, вот, получается, что здесь даже больше аборигены именно те, кто считает нас таковыми. Потому что, когда, ну, в общем-то, человек, депутат парламента представленный или, там, допустим, выбранный на эту должность выступает с какими-то идеями или, допустим, отстаивает те или иные точки зрения, за которыми не стоит воля народа, то это, мне кажется, ну, наверное, предательство своего избирателя, как минимум. Хотелось бы вот еще вкратце о чем поговорить. Много говорилось в начале этого года о том, что о возможности референдума по расширению полномочий президента. Сейчас идет сбор подписей в поддержку другого референдума, по референдуму, связанному с отставкой столичного мэра, который, ну, к сожалению, или к счастью, не в местах еще столь отдаленных, вот, но под домашним арестом. Вот эти процессы, они демонстрируют какие-либо изменения, положительные изменения в обществе? Вот сама динамика от того, как отзывается избиратель на инициативы партии социалистов? Ну, конечно, Станислав, у нас с избирателем-то все нормально. У нас плохо, к сожалению, на уровне власти, на уровне правительства, на уровне правящего большинства. Но ничто не вечно под луной. Я думаю, что избиратели и те, кто голосовал в 2014 году за определенные партии, которых мы предупреждали, что будет именно так, мы видим, что изменяется отношение людей к этой власти. И в конечном итоге, в конечном итоге, люди изберут на будущих выборах парламентских другое, другое большинство, другой состав, другие партии. И тогда мы сумеем проводить политику уже в интересах людей, а не в интересах заокеанских кукловодов. Это первое, что касается референдума, мы понимали, на что мы идем, когда участвовали в президентской кампании, и поэтому Игорь Николаевич Дадон не собирается, в отличие от нынешней власти, менять под себя конституцию, закон и так далее. Он планирует обратиться к народу с точки зрения расширения полномочий лишь с одним вопросом. Полномочия в части распуска парламента. И все. А там люди уже сами изберут. Изберут тот парламент, который они видят вследствие тех событий, через которые прошла страна последние годы. Для нас важен этот референдум и как точка зрения людей, которые еще раз увидят и поймет весь мир, в том числе мы надеемся, что один раз внешние партнеры Республики Молдова убедятся, что как бы они там ни пытались манипулировать. Говорить о демократии, вот самые демократичные ответы. Референдум. К сожалению, власть наша боится референдума. К сожалению, мы не видим и не слышим поддержки референдума со стороны тех, кто поддерживает эту власть на Западе. Потому что они прекрасно понимают, что если дать людям возможность определиться, то они на выходе получат не тот результат, в который они вкладывали деньги. А эти не вкладывают деньги здесь в Молдове в антироссийскую пропаганду, а в сотне неправительственных организаций, которые появляются в определенный момент, как по мгновению волшебной палочки. И наш коллега депутат Цирдия сейчас заканчивает очень серьезную работу, из которой молдавские граждане узнают, сколько миллионов в иностранной валюте получили наши неправительственные организации на пропаганду определенных вещей. И несмотря на всю эту пропаганду, они не могут понять, почему опросы показывают абсолютно другое. И почему люди не хотят того, что навязывают они. Поэтому рано или поздно они вынуждены будут согласиться с тем, чего хочет молдавский народ. Но они боятся референдума. В следствии этого референдума они потеряют здесь те позиции, на которые они работали. Но это их проблема. — Понимаю. Не могу не спросить ваше отношение к тому, если уже заговорили о пропаганде, то к такому выпаду властей относительно тех телеканалов, которые транслируют российский контент, российские телеканалы. И именно в их адрес говорят о том, что они здесь распространяют российскую пропаганду. И я не знаю, например, ведь глядя на то, как выполняются требования Координационного совета, вижу, что часть информационно-аналитического контента удаляется из этих каналов по причине того, чтобы создавать собственный информационно-аналитический контент, то есть как требует то законодательство. Тем не менее, властям почему-то этого мало. И они говорят постоянно о некой российской пропаганде. Ваш комментарий относительно всего этого? Ну, когда за товар хорошо платят, всегда найдется купец. А если за антироссийскую пропаганду платят? А у нас тут сидят деятели, которые очень любят осваивать фонды, которые приходят оттуда. И мы рассматриваем это как бизнес-проект власти. Ну что, дают американцы деньги на борьбу с российской пропагандой? Миллионы выделили? Ну, нормально. Европейский союз помогает? Нормально. Я хочу сказать, что в эпоху современных информационных технологий, когда у наших граждан, и, кстати, Молдова она по уровню интернетизации, покрытие интернетом, она одна из лидеров в мире. В эпоху, когда у людей интернет, спутниковые телевидения, говорить вообще о том, что люди должны смотреть тот или иной телеканал или тот или иной контент, это глупо, это нелепо. И это опять же выдает некую африканскость. Вот это вопрос, то есть, что вот, мол, людям можно запретить слушать или смотреть те или иные передачи, те или иные телевидения. Замкнуть информационное пространство сейчас невозможно. И вот мы побывали вот вчера в Москве, да, вот «Единая Россия Госдума», и в гостинице, вот, включил телевидение, знаете, первые каналы, которые я там увидел из первых 15 каналах, это BBC, это «Свободная Европа», это «Французское телевидение», это «Английское телевидение», это еще ряд вот таких, это «Дойчи Вэлли», и это, как бы, в России, да, вот первые каналы, которые я включаю, вижу, ни одного канала там закрытого, закодированного я не увидел. И что же получается? Получается, в России больше демократии, чем в некоторых западных странах, да, вот в западных странах, вот в гостиницах, там, если найдешь там какой-то один российский канал на русском языке, то хорошо. И получается, что тут есть фильтр, там нету фильтра. Поэтому где демократия-то, по сути, и кто кому запрещает ковыряться в зубах? Ну, конечно, нелепо, жалко только, что нас не хватает в определенных органах, в том числе и в аудиовизуале, людей с независимой точкой зрения, которые понимают, но это глупо, но это глупо. Это не вопрос, на каком языке новости или откуда они транслируются. Вопрос, кто убедительнее и кому верят люди. И можно запрещать сколько угодно, но от этого люди тебе, если ты запрещаешь верить, не начнут. Но вот такими методами они пытаются еще раз убедить людей, что вот вы голосуете вот за этих, вы вот поддерживаете вот такие-то страны, эти страны плохие, ай-яй-яй. Но это, опять же, некоторые геополитические игрища, в которые нас втягивают. Абсолютно разделяю Вашу точку зрения относительно того, что запрещая нельзя выглядеть демократичным, а утопив ближнего не станешь выше. Поэтому вот в этих всех запретах видна слабость и позиции, и идеологии, и человеческих и политических характеров. Что, в общем-то, пока оставляет желать лучшего для наших власть имущих. Ну, их не переделать, поэтому надо менять. Спасибо Вам за сегодняшний разговор. Спасибо, Анастасий Слав. Будем ждать Вас с удовольствием в наших студиях с новыми интересными комментариями для того, чтобы разбираться в процессах, которые происходят сегодня в стране. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова Влад Батренч. Следите за нашими эфирами. Мы работаем для Вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова